На контроле правительства Бобруйска Громаш посетил вице-премьер. Самое главное это обеспечить необходимое качество продукции. Какие цели на будущее обозначены? Фабрика Дурмана. Бобруйские оперативники изъяли более 4,5 кило марихуаны. Устанавливается его причастность к сбыту. Есть ли хоть грамм благоразумия? Пять матчей позади. Динамо Шинник завершил первую домашнюю серию. Конечно, посещение матчей у нас на нашем хоккейной арене были самые большие. Что дальше? А также нет своих и чужих и сухая крыша. В Бобруйске завершают работы по замене кровли. Какие объекты предстоит закончить? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Сохранение добра. Александр Лукашенко встретился с представителями разных национальностей, которые живут в Беларуси. Не случайно, по словам главы государства, встреча прошла в канун знакового, хоть и самого молодого государственного праздника – Дня народного единства. Президент подчеркнул, конституция нашей страны гарантирует иностранным гражданам и лицам безгражданства те же права и свободы, что и белорусам. Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, а оскорбление о достоинстве преследуется по закону. Примеров, когда люди со всех уголков мира обретают в нашей стране вторую родину, не перечесть. Порой складывается впечатление, что приезжающие к нам народы оставляют взаимные распри, упреки и обиды на приграничных пунктах, как говорят в Беларуси, у порога хаты. Как еще объяснить, что здесь находят общий язык, живут миры и согласия арабы и евреи, азербайджанцы и армяне, грузины и абхазцы? Объясните, я знаю, чем. Потому что все вы стали нашими, вы стали белорусами. Мы вместе празднуем День Победы и День Независимости, храним память о представителях всех национальностей, которые помогали нам освобождать, а затем восстанавливать разрушенные фашистами города и села. Эта память увековечена в названиях проспектов и улиц населенных пунктов. Имена героев присвоены паркам, скверам, учреждениям образования нашей страны. Мы абсолютно открыты и будем открыты для всех, кто приходит к нам с чистыми помыслами, с миром. Сегодня в стране живут, создают семьи и трудятся представители 156 национальностей. Во время диалога президенту внесли предложение назвать одну из минских улиц в честь советского полководца маршала Ивана Баграмяна. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в освобождении Беларуси. Александр Лукашенко пообещал рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Зеленая дорога за решетку. 44-летний бобруйчанин взрастил себе срок. По месту жительства у горожанина оперативники обнаружили свыше 4,5 кило марихуаны. Горе-садовод пояснил. Вырастил коноплю на приусадебном участке и высушил для дальнейшего собственного употребления. Устанавливается его причастность к сбыту наркотического средства марихуана. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ознакомиться с работой и поставить задачи. Бобруйска-Громаш посетил заместитель премьер-министра. Руководство города и предприятия доложили Виктору Каранкевичу о состоянии дел на одном из ведущих предприятий. Бобруйска-Громаш обладает огромным опытом в сфере производства и реализации оборудования для аграрного комплекса, что позволило достичь высокого качества продукции при относительно невысокой себестоимости и завоевать свою нишу в этом сегменте рынка. Сегодня техника, а это более 120 видов, работает в более чем 50 странах мира. Вице-премьера знакомился с работой производственных цехов, организацией технологического процесса, модернизацией. Самое главное – это обеспечить необходимого качества продукции, производства техники. Она востребована, эта техника востребована в Республике Беларусь, является также и экспортно ориентированной. Поэтому самая главная задача – это обеспечить необходимого качества. Также знакомится, как организована работа по выполнению доведенных правительством, министерством промышленности, показателей, как выполняются задачи по поставке продукции на экспорт, ну и, конечно же, поставить задачи, определенно направленные на дальнейшее повышение эффективности предприятия. Импортозамещение, инвестпроекты, повышение эффективности работы, расширение ассортимента и качества – эти задачи всегда первостепенны для таких промышленных гигантов, как Бобруйск-Агромаш. К слову, в рамках года качества для оптимизации процесса было закуплено и внедрено новое оборудование. Не пропустят ни капли. Замена кровельных покрытий в Бобруйске выходит на финишную прямую. Сами работы проводятся в рамках капитального ремонта жилых зданий. Также Реу Первомайского района сдали большинство своих объектов. К одному из последних приступили на днях. Сейчас там проводится демонтаж старого покрытия, козырьков, ливневых труб. Все выполняется в соответствии с проектной документацией, которая для каждого дома своя. Всего предстояло от капитали 12 тысяч квадратов. В рамках капитального ремонта в этом году Кубжио Первомайского района выполнены работы по адресам улицы Западная, 5, Гагарина, 10, Рокоссовского, 70, 72, 50 лет, 43, Лыньково, 59. И там произведена замена полностью кровельного покрытия. Ведутся работы по капитальному ремонту дома по улице Гагарина, 5. В Жреу Ленинского района запланированные работы по ремонту кровли выполнены в полном объеме. В общей сложности за коммунальным предприятием стояла задача заменить около 8 тысяч квадратных метров покрытия. Общая сумма городских площадей – около 20 тысяч. Промежуточные итоги. Динамо Шинник завершил первую домашнюю серию в сезоне. Об эмоциях и результатах – Роман Костюков. После двойной встречи со Sky Junior Динамо Шинник вновь предстояло сыграть одну игру за другой. На этот раз противник принципиальный. Крыльям советов Шинники уступили на международном турнире на призы председателя Бобруйского горосполкома. Сейчас ситуация иная. Команда сыгралась и готова дать бой. Уступление на льду сказала само за себя. Две победы – 5-2 и 6-2. Уже в среду команду ждал серьезный вызов. В гости приехали представители золотого дивизиона – МХК «Спартак». Москвичи, как и Динамо, аналогично начали сезон. Шли вторыми в своей конференции. Однако уровень соперников неоспоримо разный. С началом игры чувствовалось. Подопечные Андрея Михалева испытали непривычное сопротивление. Несмотря на всю динамику первого периода, на перерыв команды ушли с нулями на табло. Какие вообще ожидания от сегодняшнего матча? Вообще хорошие. По первому периоду очень было весело. Мы надеемся, что наша команда всегда победит. Номер ведь. Сегодня завершается первая домашняя серия. Сколько матчей вообще посетили за это время? Все матчи посетили. И как в целом настроение после этих игр? Да. Отличное. Супер. Последующий период прошел менее удачно для «Динамо». Три безответные шайбы залетели в ворота хозяев. К тому же Арсений Елисеев попал на штрафную скамейку, что сыграло на руку сопернику. Но шинники не из тех, кто привык сдаваться. Сначала смогли размочить счет, а после и вовсе показали зубы. 3-5 по завершении. Победа за «Спартаком». Нужно время. Немножко нужно адаптироваться. Все равно, знаете, скорости другие. Мы немножко теряемся, принимаем неправильные решения. То есть, контратаки у нас уже не получается. Нас накрывают. То есть, нужно менять. Несмотря на поражение, болельщики остались командой до конца. Бодаться с игроками высшего дивизиона – то еще и испытание. Но в обручании проявили характер. На каждую шайбу – овации с трибун. Домашняя серия у нас закончилась. На сегодняшний день с пяти игр мы выиграли четыре. И, конечно, сегодня мы проиграли. Но проиграли сильнейшей команде – это команда «Спартак». У нас все-все впереди. Конечно, посещение матчей у нас на нашем хоккейной арене были самые большие. И, конечно, я надеюсь о том, что и в этом году мы поддержим нашу команду. Мы в одном звене. За день до крайнего матча первой домашней серии председатель Бобруйского гурсполкома встречался с молодыми педагогами. Среди вопросов – особое место у спортивной составляющей. Молодые специалисты завтра не так будут. Ответ не заставил себя ждать. Вчера насморк пригласил на хоккей. Мы с удовольствием приняли участие. Конечно, проиграли, но мы будем все равно болеть за нашу команду. Следующие две встречи «Динамо Шинник» проведет на выезде. 15 сентября команда отправится в Ярославль. 17-го – в Череповец. Возвращение на Бобруйск-арену 22 сентября. Юные «Динамовцы» сразятся с «Динамо-СПБ». Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, Т-160. Друзья в волчьих шкурах и откровения Нуланд о стамбульских переговорах. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!